Прежде чем божественный свет озарил мир, была только тьма, и правили ей титаны. После Великой войны Зевс захватил власть на небесах и изгнал титанов в Тартар на веки вечные. Тогда земля расцвела, и смертные стали жить на ней. Но, возгордившись, боги забыли, что даже из их тюрьмы можно бежать. Я сейчас вспомню, какие задания выполняла, и еще хочу предупредить, у меня отключается мышка. Когда она отключится, мне придется, возможно, выходить из игры. В предыдущих двух актах я все выполнила, здесь делаю все по порядку. Здесь у нас задание предсказания Оракула, а еще, кстати, есть дополнительные задания какие-то. Мегары кораблекрушений, набеги скелета. Мегарский моряк сообщил, что его корабль потопили сирены, а его место с обломками выбросило на берег, недалеко от Тихого берега. Мне просто надоели другие игры, и я хотела поиграть то, что у меня уже устанавливано, потому что нужно пройти то, что есть, и удалить. У меня есть игры, которые не пройдены, и мне нравится эта игра, и я планировала вернуться к ней. Вот сейчас у меня появилось настроение. Он говорит, что некоторый груз мог уцелеть. Так, это у нас одно задание, набеги скелетов. По мегарам ходят слухи о нападении скелетов и других загадочных существ. Говорят, не жить. Приходит из мест, где находится руина города, старый Эльфсин. Эльфсин. Существует древняя легенда о трех мертвых принцах, оставшихся охранять. Старый город, а почему у меня здесь нет способностей? А, у меня еще нет способностей, но я, типа, только начала играть. Я ее не прокачала, что ли? Я немножко забыла, что я тут делала. Вот у меня части сущности. По-моему, можно улучшать, да, с помощью этого? Эти части тоже нужно будет собрать. И скрафтить у... Кого-то из торговцев, я не помню. Сейчас разыграю, все вспомню. А, у меня тут еще есть посохи, да? Это можно продать. А, это холод. Ну, в принципе, тоже у меня какая-то... Так. Я уже не помню. Что я планировала делать в следующем? Так, благородный кентавр Херон спокойно жил в лесу, и его не беспокоили твари у него друзей напасть. Поговорите с Хероном. Так, а давайте посмотрим, где мы находимся. Ой. Мы находимся в Дельфах. В Дельфах нам нужно отправиться и посоветоваться с Оракулом. Посоветуемся и пойдем тогда выполнять дополнительное задание, что ли? В Мегары нам нужно будет отправиться, да? А что с прокачкой? Так. Силу грез я выбрала. Духовная эмпатия, прям как я. Наверное, я не просто так это выбрала. Так. Пойдем тогда. Поговорить с Оракулом надо. Я не добежала, разве до нее? Мне казалось, я добежала. Вот она, служительница храма. Правильно все. Такая, по-моему, у нее была. Сейчас сказать, я забыла. Здесь находится великий Дельфийский Оракул. Ну, раз великий. Мне кажется, я была здесь. О путник, ты пришел сюда получить предсказание. Вижу, тебя прислал Леонид, и ты заслуживаешь уважение. Если бог Аполлон того пожелает, я передам тебе его слова. Постой. Постой. Я Оракул Великого Аполлона. Вижу будущее. Древние боги встают на пороге халта. Подождите, я не хочу, по-моему, все слушать. Она нам дала задание. Давайте посмотрим. На пороге такая. Логово монстров. Оракул поведал, что секрет нашествия существ вы можете раскрыть, пройдя через Парнасские пещеры, расположенные неподалеку от Дельфий. Что же может скрываться там? Нужно найти ответы, пройдя через Парнасские пещеры. Пойдем, пойдем. Пойдем. Кстати, тут оказывается, сохраняться можно. Замки крепки, подвалы глубоки, как говорят поэты. Долгих лет жизни тебе. Наверное, то, что нужно отложить, то, что-то ненароку нужно. Это целое, что ли? Да ладно. Щиты более крепкие можно сделать. Так. Чародеи, наверное, надо идти. Я же посохами пользуюсь. Как-никак. Энергия разума наполняет ваша... А, нет, я копьем пользуюсь. Но его можно наделять магией, по-моему, да? Мы можем вытягивать жизнь из противника. За счет этого мы восполняем свою жизнь. Подожди, а что там такое-то? У меня пока и нет способностей, да? Ага. Боевые формулы или реликвии? А, у меня нет компонента. Цена 75 тысяч. Кулон небесного огня. Нужна сущность молнии Зевса. Запчасти. Цельный амулет. Призрачная материя. Это все? Мои товары только для мудрых и могущественных. Тебе точно здесь что-нибудь нужно? Конечно. Ты еще спрашиваешь? Пока что у меня все лучше. Четки. Кстати, можно купить. Смертоносные мечи. Дополнительная энергия. Наступительная способность в ближнем бою увеличивается. Мегары нам надо, да? Что-то здесь все закрыто. Извини. За сцену можно только актерам. Ну ладно, я не настаиваю. Чтобы узнать, куда ведет дорога, по ней нужно пройти. О, это сброс умений. Далеко от Дельф. Недалеко от ВКОКУЮ СТОРОНУ? Подождите, а че у меня с лутом? Это портал, господи. А, во. Белый не берем. Серый тоже. Не берем, разве что это все продавать надо. Нам места не хватит. Будем второстепенно продавать. То, что желтые и зеленые. То, что тут наносим. Так. Первый раз я начинала играть за друида. Сейчас. Ну ладно. Ну ладно. Ура. До встречи. Это портал. Продолжение следует... 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 Пассив экзайл напоминает, да? Ну, таких игр, наверное, много. Просто какие-то... Они заслуживают внимания. Какие-то все-таки. Заслуживают внимания. А, за счет этой букашки я сейчас восполнила жизнь. А я только в одну руку, да, могу? Ну, да. Так я вернулась. Так я вернулся. Силы не хватает. Вот эта пещера. Да-да-да, это... По заданию идём. Всё правильно. Всё что, отсюда начнём? Контрольная точка. Крысы гигантские. Браслет какой-то. У меня уши. У меня уровень далее. Всё. Всё. Нужно тебя сразу добивать. Так, ещё одна осталась. Нагрудник. Посох, кстати, нашла. Практически самое начало. Ну, хоть мы к четвёртому акту добрались, но я ещё и не прокачала особо себя так. Кстати, сейчас можно будет прокачать. Мне нужен интеллект. Мне не хватает интеллекта. Так, сейчас подождите, а как прокачивает персонажа? О, господи. О, господи. Интеллект. Я хотела бы интеллект вообще-то. Всё добавить. Так. Что я там прокачивала? Да. Всё добавить. Так. Что я там прокачивала? Да. Кстати, гибельный холод. Класс. Но я хотела взять в руки посох. Сейчас прочитаю остальное. Пополняет здоровье. Герои за счёт жизни вытянутого противника у меня же есть. Вот я прокачивала. Более слабую бежать духом. Вода нашей прокачки это не сказывается. Нежить, кстати, очень серьёзный нам урон даёт. Если мы будем уменьшать урон с помощью призрачного щита. Мне вот эта способность понравилась. Ну так сделаем. Так. В любом случае мы начинаем с контрольной точки. Сущность Гекаты. Но она не самая популярная богиня была, даже когда её почитали. А потом вовсе. Сначала она отвечала за плодородие. К ней обращались, чтобы защищать дом. По женской части её сила связана, наверное, с благополучием семьи. Может быть, с днеторождения. Я точно не помню. Просто по ходу поклонений ей менялись характеристики, написанные людьми про неё. За что она отвечает. И после того, как её перестали почитать, потом, когда культ возродился, её вообще стали называть, ну, что-то из серии она от дьявола и всё в этом духе. Деволица, короче. Который не пожирает детей, как Лилит. Просто Гекката олицетворяет несколько ипостасей женской сущности. В зависимости от того, в каком состоянии женщина находится, она излучает эту энергию. И живёт, можно сказать, этой сутью. В зависимости от того, мать она, дочь она, не знаю, работает она, профессионал своего дела, творчеством занимается или чем бы она ни занималась. Или она просто хочет быть любимой женщиной. Или она сейчас отдыхает и вообще не концентрирует ни на чём внимания. В зависимости от того, либо она уже прожила свою жизнь, и она уже находится в стадии старости. То есть, в зависимости от этого, женщина может вести себя по-разному. И мужчинам со стороны это непонятно. Им и не будет понятно до тех пор, пока они не родятся женщиной. Потому что об этом можно спорить очень долго, кому живётся сложнее. Но это искусство, на самом деле, понимать себя, женщине, а мужчинам понимать женщину гораздо сложнее, на самом деле. Хотя не могу сказать про всех женщин. Некоторые так и живут, не понимая себя. Вот и Геката олицетворяет вот эти внутренние роли, так можно сказать. Нельзя жить всю жизнь в одной роли. Это можно сказать даже про мужчину. Он не может быть везде отцом, если у него есть дети. Он ходит на работу, у него есть увлечение. Он может быть другом. Он может быть даже коварным врагом. Сострадательным человеком. Любителем, спасителем животных. Я не знаю. Мерзким каким-то чудовищем, в кавычках. Подлым. Ну, много разных состояний. Это в зависимости от ситуации, что вы чувствуете. Потому что даже если вы умеете контролировать эмоции, их нужно будет куда-то выпустить. Если вы не хотите использовать эти эмоции на тех, кем вы дорожите. Потому что контролировать эмоции. Понятие психологии нельзя. Но ими можно уметь обладать и овладеть. И знать, куда их направлять. Вот в чем смысл. Сдержать на какое-то время, чтобы выпустить их в чем-то другом. Спорт ли это? Творчество ли? Работа ли это? А может быть, есть человек, которому вы хотели отомстить. Ведь он как раз будет козлом отпущения. То есть я вот о чем говорю. Может просто сходить в лес и проораться. Вот и Геката не терпит лжи. Как... Нет, наверное, не все боги, она не терпит лжи. Так же, как и руны. Может быть, Геката тут ни при чем. Просто сущность человеческая менялась. К более подлой. Так чему говорю? Очень часто люди видят в других себя. Хорошее это или плохое. Но когда человек честен перед самим собой, наступает такой момент, когда он понимает действительно это. Это даже не как... Какие духовные искания. Можно даже это не называть психологией. Это естественно. Человек разумный, который все-таки старается понять свои желания, чувства и... Что он хочет от жизни в жизни и какое он окружение желает, начинает в таких вещах задумываться. Это естественно. И вот, может быть, почему Геката и многие божества менялись в своих характеристиках. За что они отвечали и по какой причине к ним обращались. Вдруг они становились дьявольски опасными, мерзкими. И источали свою суть в себе, как сам дьявол по понятию христианского сознания и приземленного человеческого. Я не про тело говорю, про суть человечества в большинстве своем. Потому что суть у нас... Разные тела у нас похожи. Ну вот. Может быть, человек изменился, поэтому посчитал после этого, что тот или иной бог вдруг резко стал дьявольски опасен, мерзок и вообще не заслуживает их внимания. А их нужно опасаться. И всех, кто обращается к тому или иному божеству подобному, как Геката, являет в себе зло. А зло, оно относительно зависимости от того, каких взглядов человек по религии, веровании, под каким эгрегором он находится. Потому что само по себе понятие магии... Это очень глубокий смысл, я вкладываю в это. Это понятие всего мироздания. И в том числе суть и себя, и других созданий людей. Понятия магии добра и зла не существует. Возьмем, например, расизм. Если человек расист, понятие добра и зла, он будет не приемлить какую-то расу людей, цвета кожи или каким-то отличительным чертам внешности. И злом он будет считать того человека, который не согласен с его взглядами. Вот пример. А про христианство я редко говорю... Я упоминаю их, просто они не заслуживают такого внимания. По какой причине? Потому что той верой, которая исповедует христианство, случается смерть. Почему? Потому что они опровергают все, во что они верят. Они не соблюдают традиции и не только искажают их, они оскверняют свою же веру. Поэтому в их вере нет никакой силы. И к тем, что кто нарушается свои же правила, не будет никакой защиты, не только Божья, а чего бы то ни было. Человек сам снимает в себя любого рода защиту. Он очень уязвим. Христианин, который выпивает, ведет разгонный образ жизни, или любая другая вера, кто нарушает свои же традиции, будет очень уязвим. И с ним будет очень много неприятностей происходить. И поэтому про таких говорят. Над такими черти смеются. И в церквях и храмах такого рода вера больше всего нечистя. Это без снимок. Это без снимок. ДОБОН РЫБАЛЛУЯ Что-то я тут всё насобирала. Это всё надо будет продать. Мы тут ещё не осмотрели. Это всё надо будет продать. Здесь я что-то не проверила. Так, мне лечила как раз не хватает. У меня скорость маленькая, меня так очень легко убить. Что-то я подобрала не то. Да, по-моему, случайненько. Так, говорите, я тут была, да? Так, вот как раз этот монстр и был по заданию. Ты не можешь это нести. Почему? Зелёный. Что-то у меня всё забито. А что нам было взять-то? Что из него выпало? Вот это, по-моему. Да? Или ещё что-то? Что-то про задание. Так у меня вроде задание обновилось. Всё равно. Полу-вепор, а вот она видела сон, в котором муж сказал ей, что он найдёт успокоение. Только если человек-вепор будет мёртв. А сообщить куда надо? В Дельфы. Там надо в Дельфы сейчас отправиться сдать квест. Да не то задание. Да не то задание. Подожди, подожди, кому там продать-то всё надо? Мечи, щиты, зелья, поножи, луки, всевозможные шлемы. О, я могу вам помочь. А, нет, у меня есть лечилки. Чё это? Так, подожди. А, ещё один путешественник решил воспользоваться приятного. Замки крепки, подвалы глубь. Долгих лет жизни тебе. Так, а чё делала? Это я не к тебе. Вот она, скорбящая вдова. Сейчас мы до неё дойдём. Не то, что-то я сделала. Потратила деньги. Туника, я думала, эта. Одежда будет окрашена в золотой цвет. То, что под... Под нашим одеянием некроманта. Вот она. Все эти шатры, которые ты видишь на дорогах. Путешественники. Это не она. Саженцы. Они пришли... Пой моими устами у муза и поведы о троянской войне. Раздоры... Мне снова приснился муж. Он, наконец, обрёл покой в царстве теней. Это хорошо. Мы сдали квест. Чё-то я не то выполнила. Я вообще планировала как бы Луговым остров найти недалеко от Дельф. Ну, это какое-то другое задание. Обрат надо Порталу следовать. А, я перемещусь туда, куда мне надо.